Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Светящиеся шары, стрелы богов, плазмоиды, как только не называют шаровую молнию. Лишь один человек из тысячи видел ее собственными глазами, и большинству очевидцев ничего о ней не расскажет. Ведь обычно после контакта с шаровой молнией от человека остается лишь горстка пепла. Но вот те, кому удалось остаться в живых, зачастую становятся совсем другими людьми. С одним из таких случаев нам и предстоит сегодня иметь дело. 19 июня 2010 года в ночь с пятницы на субботу в кубанской станице Услабинская разразилась страшная гроза. Ася Ивановна Силагадзе попросила сына выйти во двор. Я спустился. Начал с мобильом. Как только дотронуться до полотенца, с проволоки вылетел шарик. Он начал крутиться. Он как теннисный шарик был. Яркий, яркий, яркий. Когда я сделал шаг назад, он сразу же полетел на меня и ударил прямо сюда. Удар был страшным. И все-таки Юрий нашел в себе силы вернуться домой. Он сел и сказал еле-еле, мама, у меня ударила шаровая молния. Я не поверила. А когда я увидела этот огромный ожог у него на груди, конечно, я была в шоке. Я моментально вызвала скорую помощь. Удивительный факт. Юрий Силагадзе практически не пострадал после того, как через него прошел разряд в несколько тысяч вольт. Единственное, что осталось у него на память от встречи с молнией, отметина на груди, больше похожая на какой-то странный знак. Первые вот эти два-три дня, вот этот ожог, который у него был на груди, там были цифры и буквы, какой-то лик с крыльями. Там такие знаки были, что смотрели, кто были в шоке. А через три дня вот это начало у него как подсыхать, вот эта вот корочка, и появилось как серебряный налет такой. Вот как будто бы серебрянка стала выходить. Но это была лишь первая встреча Юрия Силагадзе с шаровой молнией. Ровно через месяц он вновь столкнулся с огненным шаром. Начался сильный-сильный дождь. А рядом с двором маленькая лужа. Я прикоснулся к дереву. И почувствовал, что вот этой рукой вот так по мне, вот так что-то пошел, 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 как будто поцарапало. И сюда потом где-то вот так что-то ударило. Но самое главное, что у меня была майка. На майке ничего не было. Она не порвана, она не была, ничего не было. Поднимая майку, у меня здесь как ожог, как грязь, как летающая тарелка. После второго удара Юрий стал не на шутку опасаться за свою жизнь. Шаровая молния как будто начала охоту на него. Я могу сказать, что молния – это не искусственно, это живое. Если ее бояться и от нее убегать, она догонку убьет. Если ее не бояться, а просто стоять на месте, она ничего не сделает. 12 июля 2012 года в Юрия в третий раз ударила шаровая молния. Невероятно. Но и на этот раз никаких травм, кроме нового ожога. Рисунка огненный шар не оставил. На верху пупка появилось огромное ожоговое пятно в виде большого глаза. Но самое интересное то, что первый раз у него выделялась лимфа серебром, а вот этот ожог был, просто как будто бы взяли его и заклеили лаком. Коричневая такая крепкая пленка. И она так и сошла, никаких даже ни боли, ничего не было. Почему Юрий Силагадзе стал избранником шаровой молнии? Почему она словно преследует его? И что означают рисунки, которые она оставляет на его теле? В 1910 году во Франции молния попала в мальчика, который во время грозы воровал птичьи яйца. Ребенок выжил, но на его теле остался четкий рисунок. Дерево, гнездо и птица. Этот случай был описан врачом Филиппом Турабье. Так что такое шаровая молния? Почему она так странно себя ведет? И что думают по этому поводу ученые? Давайте разбираться. В Москве существует лаборатория по изучению и созданию шаровых молний. Ее ведущий сотрудник Анатолий Никитин всю жизнь занимается этим феноменом. Его интерес к шаровым молниям возник после встречи с огненным шаром. Повезло в этом отношении, потому что я в 10-летнем возрасте шаровую молнию увидел. Шаровая молния появилась слева от меня, прилетела над проводами, она была красная, бесшумная. Эти уникальные съемки были сделаны в Воронеже. Оператору-любителю удалось запечатлеть на видео короткую и яркую жизнь шаровой молнии. Но Анатолий Никитин уверен, все-таки кадры – подделка. Во-первых, фотографии шаровых молний существуют, потому что процесс совершенно неожиданный. То есть ее появление длится в среднем 10 секунд. За эти 10 секунд даже человек, который имеет фотоаппарат, он не успеет даже сфотографировать ее. Голову не приходит, тем более процесс завораживает. В лаборатории собирают любую информацию о шаровых молниях. Ее изучением здесь занимаются не один десяток лет. Ведется огромная работа по сбору наблюдений шаровых молний. Она систематизируется, обрабатывается, усредняется. Получается, как называемый, портрет средней шаровой молнии. Сегодня существует около 400 теорий, объясняющих природу летающих огненных шаров. Иначе их называют плазмоидами. Но ни одна не получила абсолютного признания, как в академической среде, так и в среде околонаучной. Природа шаровой молнии до сих пор в кругах мировых ученых непонятна. Не могут ученые разобраться с тем, почему молния иногда начинает преследовать определенного человека. В этом смысле случай с Юрием Силагадзе не уникален. Врачи подтверждают этот факт. Существует, опять же, в истории случаи, когда в одного человека попадало несколько раз молния до семи. Есть описание попадания в одного из граждан США четыре раза. И пятый удар молнии попал в его обелиск, установленный уже на его могиле. В середине века людей, которые утверждали, что видели летящий огненный шар, считали сумасшедшими. Считалось, что шаровая молния – галлюцинация. Лишь позже стало понятно. Это физическое явление. Известный режиссер Владимир Хотиненко попытался показать шаровую молнию в одном из своих фильмов. Я помню, знал про шаровые молнии и всё. Я реально прочитал такой случай, как маленький мальчик, ему попал с молнией, он её гнал прутиком, бежал по лесу. Это взято, в общем-то, строгое из жизни даже не выдумано. Для меня это была очень важная аллегория. Тайна, энергия, непонятность поведения, нелогичность даже поведения. Каждый шаг исследований вместо разгадок привносил учёным лишь всё больше вопроса. Например, если линейная молния переносит электрический заряд из облака на Землю, то что приносит заряд шаровой молнии? В ряде случаев до поверхности, так называемой поверхности шаровой молнии можно руками дотронуться, ничего не будет. В зависимости от той энергии, которая накоплена этим ядром, шаровой молнии может быть практически безопасной, а иногда и очень опасной, вплоть до явлений, которые вызвали так называемый Тунгусский феномен. По одной из гипотез, в районе подкаменной Тунгуски в 1908 году произошло явление, связанное с двумя-тремя или большим количеством мощных шаровых молний. Даже первокласснику известно, что шаровая молния, так же, как и её родная сестра, молния обычная, появляется в грозовую погоду. Но откуда шары прилетают, когда на небе Солнце? Почему шаровая молния может двигаться, нарушая все законы физики? Почему она проходит, например, сквозь стёкла? Чтобы разобраться в природе шаровой молнии, учёные изучают стёкла. Особые. У Владимира Бычкова целая коллекция осколков и зеркал, обугленных молнией. Он собирает их по всему свету. Это стекло прилетело из Америки, а этот фрагмент фамильного зеркала из Латвии. Таким артефактам физики доверяют порой намного больше, чем очевидцам. Сейчас нам припоступило тоже очень интересное стекло. Этот наблюдатель видел, как ему в сельском доме стекло ударила шаровая молния. И не просто ударила, она прошла сквозь стекло, прошла по квартире и вышла. При этом в стекле он не нашёл никаких отверстий. На этот вопрос учёные пока не могут найти ответа. Как не могут они понять и природу многих других явлений, связанных с шаровой молнией? Они уверены лишь в одном. Это не обман зрения. Шаровая молния – это некий объект, который реально существует. И сведения о нём уже существуют более нескольких тысяч лет. В Библии можно найти упоминание о том, что была шаровая молния, встречалась с пророками. Кто знает, может быть, пророки получили свои способности как раз после встреч с загадочным огненным шаром. Человеки могут начать работать другие контуры, другие участки мозги. Это по-другому мы называем пробуждение каких-то телепатических способностей, способностей ясновидения. На Юрия Силагадзе шаровые молнии словно объявили охоту. Он встречался с ними три раза, и каждый раз на его теле оставались ожоги в виде рисунков. Но главное – после третьего удара шаровой молнии он открыл в себе странный дар. Приходят ко мне соседи там, приходят какие-то незнакомые люди, и они проверяют, они проверяют. У меня рука сама идёт, ощущает, где у него болит, где у него болит. И я начинаю, вот он её лечит, лечит, лечит. И когда он начал меня вот это лечить своими руками, с его ладони такой жар идёт, что просто вот это нужно испытать. Вот каждому попробуйте испытать. Снимает, значит, он снял мне головные боли, снимает давление, снимает пазмы в сердце, усталость ног. Но не только дар излечения появился у Юрия Силагадзе. После удара шаровой молнии он стал предвидеть некоторые события. И точнее всего, он предсказывает грядущие трагедии. После Нового года, в первых числах января, он ходит, такая на него тоска напала. Такой вот он ходит, мама, у меня душа болит, мама, у меня душа разрывается. Потом он говорит, мама, ты знаешь, три человека у нас умрут. Именно так вскоре и произошло. Когда Юрия пригласили в Москву, именно на его примере исследователи впервые близко подошли к гипотезе о живой шаровой молнии. Появилась версия, что эта сущность с непостижимым разумом и собственной логикой, осознанно входящая в контакт. Шаровая молния везет себя, как некое разумное существо. Природа шаровой молнии – это электромагнитная природа. И поскольку человек сам является носителем, сам источник электромагнитного излучения, ну, если хотите, два тела, которые как бы приходят в соприкосновение, и между ними начинаются какие-то взаимодействия. В древности людей, выживших после удара шаровой молнии, наделяли особой колдовской, шаманской властью. Тех же, кто погиб после встречи с огненным шаром, хоронили с великими почестями. Считалось, что шаровые молнии – это стрелы богов, с помощью которых они помечают избранных. Можно сказать, что история Юрия Силагадзе как бы подтверждает древние верования. Стрелы богов не только наделили его таинственным даром, но и в прямом смысле слова отметили. А как еще можно трактовать рисунки, оставленные шаровой молнией на его теле? Встретится ли он снова с таинственными плазмоидами? И что изменится в его жизни после очередной такой встречи? В свое время мы обязательно об этом узнаем. Пожалуйста, будьте осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова